Власти Индонезии намерены приступить к переносу столицы из густонаселенной Джакарты за пределы острова Ява в 2021 году. Об этом сообщил министр планирования национального развития Индонезии Бамбак Браджене Гору, передает агентство Синьхуа. «Мы начнем строительные работы в 2021 году. Надеемся, что процесс переноса будет закончен к 2024 году. Новая столица появится на острове Калимантан в центральной части страны», — сообщил министр. Издание также отмечает, что средства на реализацию проекта будут заложены в бюджет 2020 года. По приблизительным оценкам, строительство нового города может обойтись властям Индонезии в более чем 32,5 миллиарда долларов. Ранее президент страны заявил, что на Яве население составляет 57% от общей численности населения Индонезии. Это более чем 140 миллионов человек. Эксперты посчитали, что Джакарта далее не сможет осуществлять функции столицы. ООН прогнозирует, что к 2100 году население Земли вырастет более чем на 3 миллиарда человек, — передает новостное агентство NBC News. Согласно новому докладу, население нашей планеты к концу этого столетия должно вырасти почти до 11 миллиардов человек. Как отмечает издание, этот рост произойдет даже несмотря на падение рождаемости в мире. Этот прогноз вызвал обеспокоенность экспертов, потому как подобный рост может привести к еще большему истощению природных ресурсов и ускорению глобального потепления. В частности, специалисты прогнозируют почти двукратный рост населения Африки к югу от Сахары до 2050 года. По данным ООН, максимальные темпы прироста населения наблюдаются в беднейших странах мира. В будущем это может привести к еще большим трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, — сказал Лю Джеймин, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам. Издание отмечает, что основной рост населения в ближайшие три десятилетия будет приходиться на девять стран, среди которых особенно выделяются Индия, Нигерия и Пакистан. В этот же список входит Демократическая республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США. Между тем, в ряде стран естественное убыль населения компенсируется притоком мигрантов. В ближайшие годы такая ситуация будет особенно характерна для Белоруссии, Эстонии и Германии, прогнозируют специалисты. Азиатские шершни угрожают британскому меду, передает английский таблоид Daily Mail. Великобритания может столкнуться с нашествием тропических шершней, которые представляют опасность не только для человека, но и для животного мира, в частности, медоносных пчел. По словам авторов, один укус такого насекомого может убить человека. Насекомые были замечены в больших количествах на острове Джерси. Ученые опасаются, что установившаяся влажная погода может привести к резкому росту численности шершней, поскольку подобные погодные условия являются идеальными для размножения этого вида. Если человек, ужаленный шершнем, страдает от аллергии на яд этих насекомых, то у него может начаться анафилактический шок, что в свою очередь приведет к летальному исходу, предупреждает издание. Не стоит пытаться самостоятельно разорять ульи, потому как насекомые летают быстрее, чем бежит человек, и могут прокусить практически любой вид одежды. Впервые в Европе вид Веспа Вилутина появился во Франции, куда его предположительно привезли из Китая в 2004 году. К 2010 году они расселились по всей западной территории страны, а впоследствии добрались до регионов, которые граничивают с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией. В частности, шершни представляют опасность для животного мира. Так, например, каждый из них способен убить и съесть до 50 пчел в день. В целом, один рой может за считанные часы уничтожить ульи с 30 тысячами медоносных пчел, заключает Daily Mail. Супругу премьер-министра Израиля приговорили к штрафу за заказы еды из ресторана, сообщает Иерусалим Пост. Основанием для юридического преследования Сары Нетаньяху стали заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства при наличии штатного повара и иного обслуживающего персонала. Ущерб следствие оценило примерно в 100 тысяч долларов. До этого Нетаньяху отрицала свою вину и заявляла, что стала жертвой политической охоты на ведьм, которую вели враждебные СМИ. Ранее жену премьер-министра обвиняли в мошенничестве, но она решила пойти на сделку со следствием, признав вину. В итоге дело переквалифицировали на более мягкую статью «Преднамеренное использование ошибки другого лица», сообщают авторы статьи. Согласно данным издания, разбирательства продолжались 4 года. После сделки с правосудием Сара была признана виновной в ненадлежащем использовании бюджетных средств. Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 55 тысяч шекелей, что является эквивалентом 15 200 долларов. Субтитры создавал DimaTorzok